Кто не знает, кто не знает, что не страшно. Правильно, вас всех приветствуют в этом зале. И вы, кстати, все знаете, по какому вопросу мы сегодня собрались. Дело в том, что уже вступил в силу федеральный закон об основах общественного контроля в Российской Федерации, который долго, больше четырех лет рожался в муках в Федеральной общественной палате и в комиссии по правам человека при президенте. И сейчас наша с вами задача принять участие в разработке соответствующего областного закона. Федеральный законодатель нам дал три месяца на то, что было, что было, что было, приняли. И, естественно, без участия общественности, общественная палата в первую очередь и некоммерческих организаций. Такой закон разработан быть не может, поэтому мы вас и пригласили. И мы очень рады, что сегодня ведущая нашего семинара согласилась стать Милославская Дарья Игоревна. Это руководитель некоммерческого партнерства и юриска за гражданство общества. Человек, который, в общем-то, больше всех, наверное, ориентируется в вопросах некоммерческого права. И у нас у меня есть возможность из первых уст получить самую важную информацию, которая подставится в этом законе. Пожалуйста, Дарья Игоревна. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мне, со мной стороны, очень известно, что вы пригласили меня для обсуждения этой темы как общественный контроль. А с другой стороны, я понимаю, что у нас, несмотря на то, что этот закон принят, и вступил в силу, и обсуждался очень недолго, больше все-таки вопросов, чем ответов. Я постараюсь на какие-то вопросы дать ответы, что-то вам рассказать истории этого законопроекта. Может, что-то будет понятно, когда я вам расскажу, что не вошло в этот законопроект. В этом законопроекте, в этом закон, и, может быть, эти вопросы можно будет решить на уровне закона Архангельск-Кропусти, если вы на кого захотите. Я так учила, что 4 почти года назад была в той рабочей группе, которая собралась в кабинете Несовсона Чепидотера. В этой рабочей группе были самые разные люди, от депутата Попова Сергея Александровича, которого вы помните, и который долгое время руководил комитет по делам общественных объединений и деловых организаций в Госдуме, до обычных представителей коммерческого сектора, необычных, а активных, конечно, таких как Желанечка Ивенко, Наталья Чернушова, Леона Тополева. Мы обсуждали, зачем вообще нужен проект закона и законы в общественном контроле. Эту идею Михаил Александровичу вроде как предложил сам президент подумать над этим законом и разработать проект. И самое главное, пока работала эта рабочая группа, работала она примерно год, было в том, чтобы определить основные понятия, основные цели этого закона и сделать так, чтобы закон работал. На рабочую группу приходили абсолютно разные люди, которые хотели принять участие в какой-то части обсуждения, все время состав менялся, и к концу нашего такого общего обсуждения осталось несколько очень важных пунктов, которые нам казалось обязательным отразить в законопроект. Первый пункт – это было определение общественных интересов, потому что мы предполагали, что общественный контроль должен прежде всего служить общественным интересам и определять, насколько действие органов власти, действие органов местного самоуправления, иных организаций, и даже в первоначальном секции были некоммерческие коммерческие организации среди объектов общественного контроля, насколько их действие соответствует общественному интересу. Второй пункт – определение общественного интереса. Вторым пунктом мы считали необходимо определить те сферы, которых нужен общественный контроль. И пришли к выводу, что общественный контроль необходим во всех сферах, включая даже мониторинг и контроль судебных решений. Естественно, что это не совсем с точки зрения действующего законодательства, потому что никто не имеет провокатов влияния на принятие решений судом. Но нам казалось важным, чтобы те люди, которые заинтересованы в том, чтобы решения были справедливыми и соответствовали и законодательству, и, что еще более важно, праву, и в то же время ни в коем случае не нарушали права и законные интересы человека, и гражданина, чтобы они тоже могли подвергаться общественному контролю. Предполагалось, что все формы общественного контроля будут иметь очень четкий алгоритм. С момента объявления о том, что контроль осуществляется, до опубличивания результатов и до реагирования органами власти на результаты общественного контроля. Очень много споров вызвало то, кто будет оценивать вообще, кто будет проводить общественный контроль, кто будет общественным экспертом, кто будет инициировать общественный контроль. была идея создать такую электронную базу данных экспертов. В одном из уже опубликованных тех проектов вы могли видеть такой электронный ресурсный центр экспертов общественного контроля. Потому что казалось, что в принципе любой человек, любой, кто заинтересован в том, чтобы деятельность органов власти была эффективной и соответствовала общественным интересам, может принять участие в общественном контроле. Ну и предполагалось, что должна быть обязательность реагирования со стороны органов власти, органов местного самоуправления, руководителей, юридических лиц. И даже в какой-то момент звучало то, что должна быть введена уголовная ответственность в том случае, если общественный контроль выявляет такие недостатки, которые попадают в сферу уголовного законодательства. Это была изначальная такая мысль, изначальная идея. Пытались мы ее реализовать самыми разными способами, но на выходе получилось то, что вы, наверное, уже прочитали, и о чем я вам расскажу чуть позже. Можно следующее сказать, да? Получилось так, что общественный контроль с точки зрения действующего российского законодательства ограничился исключительно деятельностью субъектов общественного контроля. Кто такие субъекты, мы поговорим чуть позже, но круг субъектов оказался очень узким и абсолютно несоответствующим той первоначальной идее, которая была у разработчиков в самой первой версии законопроекта. Следующий, пожалуйста. Причем деятельность этих субъектов должна быть очень простой. Это наблюдение за действиями органов власти и органов местного самоуправления. Что такое иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральным законами отдельные и публичные полномочия, не знает никто, даже те из субъектов которых, те люди из субъектов которых, вышел окончательно идти к законопроекту. Если изучать всю правоприменительную практику, которая сложилась вообще в сфере взаимоотношения граждан и организации, то нужно найти один пример организации, которая осуществляет отдельные публичные полномочия, а не поверить в эту почту России. В одном из судебных решений было написано, что поскольку на почту России надложены такие публичные полномочия, как передача и корреспонденции, вот ее можно назвать такой организацией. Больше я примеров не знаю. И, может быть, вы приведете мне еще такие примеры? Я буду очень рада. Следующий, пожалуйста. И цели этого наблюдения, они очень тоже узкие. Это общественная проверка, анализ и общественная оценка актов и решений, которые принимаются органами власти. Никакой другой цели, о которой первоначально велась речь, то есть эффективность органов власти, соответствие общественных интересов, вообще непротиворечия тех решений, которые принимаются органами власти, правы с большой буквы и интересных личностей государства, здесь вообще определение общественного контроля, к сожалению, мы с вами не видим. И, вероятно, это не случайно, потому что в этом цели дракона и не состоит. Следующий, пожалуйста. Если обратиться к тому, что же осталось в качестве целей, задачи, задач общественного контроля, то можно выдавить из пяти целей и восьми задач, я выдала всего три цели, которые так или иначе, соответствуют, может быть, идее общественного контроля. Не буду их зачитывать. Обращу внимание только на третье. Это общественная оценка деятельности органов власти, местного самоуправления, других органов и организаций, с целью защиты правства, свободы, законных интересов разных субъектов. И из задач могу выделить только две, наиболее, мне кажется, важные. Это обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов власти. Хотя, с другой стороны, у нас в последние годы, с 2010 года, было принято очень много, как минимум, четыре закона, которые вообще гарантируют нам, если наши законы могут что-то гарантировать, открытости и прозрачности деятельности органов власти. И повышение эффективности деятельности органов власти. К сожалению, вот на эти цели, на задачи пятую и седьмую, если вы текст закону посмотрите, дальше никакого внимания законодатель решил не обращать. По поводу открытости, да, конечно, все субъекты имеют право запрашивать информацию, это все, безусловно, там написано, но ничего нового по сравнению с законным открытостью деятельности судов, дезинфекционной открытости органов власти, ничего этот закон не вносит. А об объективности, почему-то речь идет исключительно вот в, кстати, цели и задачи, и дальше закон об объективности ничего не инвалид. Следующий, пожалуйста. Теперь к субъектам. Когда задумывался законный проект, предполагалось, что круг субъектов будет очень широк, но поскольку все мы прекрасно понимаем, в каком обществе мы живем, было ясно, что этим правом осуществления общественного контроля могут некоторые люди или организации злоупотреблять, и даже коллеги говорили о том, что этот механизм общественного контроля может стать методом конкурентной и неконкурентной борьбы, поэтому предполагалось, что практически любой гражданин, в том случае, если он зарегистрировался на определенном сайте, и против него не будет никаких высказанных мнений тем, кто этот сайт будет держать, это история, но не так важно. В общем, что любой гражданин может выступить субъектом общественного контроля, как сам, так и в составе общественной организации, или другой некоммерческой организации, любая некоммерческая организация может выступить субъектом, но в конце концов круг субъектов сузился до очень такого круга сложного, раз упоминается Ленин, да, УЗУ крупных революционеров, страшно для детей они от народа, вот не в обиду нашим палатам, советам, могу сказать, что, пожалуй, те вопросы, которые, будучи сама в какое-то время членом общественной палаты, могу признать, что те вопросы, которые обсуждаются, они не всегда являются самыми важными, самыми актуальными на поведении дня, к сожалению. Поэтому сузим круг субъектов общественного контроля до практически четырех пунктов, законодатель, конечно, не дал возможности обществу развернуться и реально осуществлять общественный контроль. Несмотря на то, что на одном из последних слушаний, которые проходили в общественной палате, общественная палата Российской Федерации была готова выступить с тем аккредитационным центром, который мог бы проводить аккредитацию коммерческих организаций, даже граждан, для того, чтобы они стали субъектами контроля, те, кто работал национальным текстом законопроекта, с этим не согласились и оставили только эти субъекты общественного контроля. Следующий, пожалуйста. Какие же права из-за субъектов, реальные права, которыми можно воспользоваться именно как субъекты общественного контроля? Потому что общественные палаты, они так обладают достаточно круглым полномочиям, и общественные советы чуть меньше, но все-таки. Вот основные три, которые вы видите на экране, они, по идее, не приносят ничего нового. Но есть еще два, о которых есть смысл, наверное, поговорить. Вот одно из прав, которые закон дает субъектам общественного контроля, это посещать в случае порядка безусмотренных законодательств соответствующие органы, то есть органы государственные, местного управления, которые подлежат общественному контролю. Это хорошо, но надо сказать, что федеральным законодательствам не предусмотрены такие случаи и порядки, которые дают возможность никому, а уж тем более субъектам общественного контроля, посещать все линии органы государства. Почему я останавливаюсь на субъектах общественного контроля так долго? Потому что, к сожалению, тот закон, который со 2 августа уже вроде как действует, он на самом деле работать не будет еще некоторое время, и какое время мы с вами не знаем, потому что он не может работать сам к себе. Когда законопроект был внесен в Государственную Думу, внесен в свою помощь, он был президентом, то к законопроекту прилагался перечень нормативных актов, которые подлежат изменению, дополнению, в какой-то части его может быть и отмене, в связи с принятием закона об основах общественного контроля. Этот перечень, он был составлен явно в последний момент, насчитывал официальный, на сайте Госдумы можете его найти, насчитывал 25 действующих законов, начиная от закона о полномоченном по правам человека и заканчивая там земельным кодексом или законного образования. Вот в эти законы не просто нанесены изменения, а даже не готовятся проекты изменения в эти законы, потому что над этим пока еще никто не работает, и, как я понимаю, в ближайшее время это в приоритете не стоит, если не будет соответствующей инициативой. Если вы хотите, чтобы закон работал в общественном контроле, то первая инициатива — это федеральное законодательство привести в соответствие с новым законом общественного дела, в основах общественного контроля. Потому что понятия субъект общественного контроля мы не найдем ни в одном больше законе, и, соответственно, ни к какому субъекту общественного контроля никаких прав и полномочий никто не дадут, потому что никто не знает, что это такое. И какой-нибудь там закон об образовании, если вы соберетесь контролировать сферу образования, будет абсолютно право у чиновников, который скажет, а вот мои законы, никакие ваши действия, контроль, мониторинги нет на смысл. Можно говорить о том, что у нас есть 36 законов, действующих законов, которые содержат так или иначе хотя бы формулировку общественного контроля. Если вы хотите, я список законов тоже вам да, причем этот список законов, он очень интересный. Например, тут есть закон об обогрении атмосферного воздуха, об общественном контроле, ну, естественно, в местах принудительного содержания, об основном социальном обслуживании граждан, которые теперь будут немножко по-другому действовать. То есть тут очень много даже образовательских и дачных, некоммерческих объединений граждан. Вроде бы казалось, что те законы, которые к общественному контролю не должны бы иметь такого прямого отношения, они содержат так или иначе или понятия общественного контроля, или это словосочетание, и, соответственно, должны тоже подстроиться под закон об основах общественного контроля. Пока это тоже не происходит. Эти два списка, они в некоторых частях пересекаются, но далеко не во всем. Поэтому, если региональный закон вы будете готовить, будете над этим думать, то, конечно, можно продумать о тех случаях, которых возможно предоставить субъектам общественного контроля право посещать соответствующую органу. Насколько это нужно решать вам, но, повторюсь, федеральное законодательство это не предусматривает. В случае необходимости можно это решить в региональном законе. Следующий, пожалуйста. И еще одна интересная новелла, которая тоже содержится в статье «Права субъектов» — это возможность субъектов общественного контроля обращаться в суд в защиту неопределенного круга лиц. В защиту неопределенного круга лиц у нас, конечно, могут обращаться уполномоченные по правам человека, у нас могут обращаться организации по защите прав потребителей, но Гражданско-процессуальный кодекс ни в коей мере не предполагает участие субъектов общественного контроля в гражданском процессе. К сожалению, общественные палаты как таковые, ну, по крайней мере, на примере федерального могу сказать, это некое собрание, пусть даже очень уважаемых лиц, но не представляющих собой никакую формальную структуру, никакое юридическое лицо. Вот Федеральная общественная палата всегда с юридической точки зрения представлялась аппаратом, аппарат является казенным учреждением, и все, что нужно было решать, заключать договоры или какие-то предпринимать юридические действия, эти действия предпринимались аппаратом общественной палаты. Полагаю, что примерно такая же ситуация на уровне региона. Естественно, что казенное учреждение не может обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лица. А общественный совет вообще непонятно, на какой формальной юридической основе существует, поэтому вот члены общественного совета, они, конечно, могут собраться, могут выступить, но с точки зрения гражданского процесса их выступление, ну, будет приравна к какому общественному мнению, к участию, ну, свидетелей, если их признают свидетелями, не более того. Федеральное законодательство, скорее всего, будет изменено в этой части. Мы говорили об этом очень давно еще до того, как начали работать над законом об общественном контроле, что нужно наделить общественное мнение, хотя бы общественное мнение, не говоря уже обо всех некоммерческих организациях, права обращаться в суд в защиту неопределенного круга лица. Потому что бывают случаи, когда общественное мнение как никто представляет, какие права могут нарушаться и что нужно защитить. Поэтому, с одной стороны, это право очень важное, интересное и нужное, с другой стороны, но пока никаким образом не подкреплено законодательство. И, к сожалению, в перечне вот законов, которые висит на представителе Государственной Думы в базе данных законов проекта Гражданского процессуального кодекса, нет. Поэтому даже среди этих 25-ти, которые, как я понимаю, являются реалитетными, мы не найдем Гражданского процессуального кодекса. И вот это важное право, которое могло бы, наверное, повлиять на репутацию субъектов общественного контроля, оно пока будет не реализовано. Следующее, пожалуйста. Для реализации общественного контроля, механизмов общественного контроля могут создаваться... Вот вопрос, кем? Это мой вопрос. Я не знаю, кем могут создаваться, потому что так вот такая конструкция, неопределенная личная, да, или публичная даже, она предполагает самые разные ответы. Четыре, три плюс одна формы объединений, которые могут тоже осуществлять так или иначе общественный контроль. Ну, общественные создатели комиссии, слава богу, уже имеют свою историю и уже создаются. Общественные инспекции, группа общественного контроля и нечто иное, которое называется организационная структура общественного контроля. Полагаю я, что создаваться эти комиссии, инспекции, группы могут субъектами общественного контроля.